Основы социологии. Внутренний предиктор СССР. Современная социология окончательно зашла в тупик. Ее базовые теории и постулаты не способны адекватно отражать реальность. Поэтому сильнейшие отечественные умы взялись не за критику существующей науки, а за создание новой. Коллектив авторов «Внутренний предиктор СССР» написал альтернативный курс социологии, дающий наиболее точное представление о жизни человеческого общества. Как социологическое невежество проявляется в нашей жизни? На какие категории делятся люди по типу психики? В чем состоит специфика жреческо-знахарской власти? Почему марксизм тоже часть библейского проекта? Есть ли для человечества альтернативной катастрофе светлое будущее? Основы социологии. Шесть томов жреческого знания. Покупайте в интернет-магазине концептуал.ру Я на ВДНХ не был много-много лет. Поскольку я в Москве всего три месяца, то и так сразу бурно вписался в общественно-политическую жизнь, то начал встречаться с издательствами, с главными редакторами издательств. Вот буквально недавно на телеканале «День» я записал интервью с Дмитрием Лобановым. Это генеральный директор издательства «Книжный мир». И мы там с ним говорили о такой важной проблеме, когда, например, в 80-е годы русский народ считался одним из самых читающих, а сейчас отнюдь, сейчас самый читающий – это китайский народ. И это на самом деле большая проблема, потому что чтение, говорение – это мышление. То есть меньше читаем, меньше думаем. И мы с Лобановым, Дмитрием, пришли к такому выводу. Это не наш, конечно, тезис, но мы его зафиксировали. Это те, кто читают, те и будут управлять. А те, кто смотрят мультики или кино, это управлять будут ими. Пойди, подай, принеси, вымой, наймись и так далее. И вот сейчас на книжной ярмарке, на стенде «Концептуал», издательство «Концептуал» мы поговорили о вещах, которые, по идее, должны стимулировать чтение. Но тут есть одна технологическая проблема. Наши дети оснабжены большим количеством гаджетов. И заставить его открыть книгу, даже электронную. Это надо постараться. То есть чтение перестало быть основой русской культуры. И выход из этого, я вижу, такой. Точно так же, как в кино, для того, чтобы взять и выкроить два часа времени, пойти в кинотеатр, создается целая индустрия трейлеров, интервью. Создается целая индустрия спойлеров, которые берут и цепляют человека за какие-то причинные места, чтобы он сделал то или иное действие. Мне кажется, что для детей в возрасте от 12 до 112 нужно создавать точно такую же систему крючков, за которой, например, 15-летний мальчик, который задумывается, кем он будет, что он будет делать в жизни, каким он будет через 10 лет, чтобы он мог хотя бы узнать, тут же еще проблема в чем. Вот он задается таким вопросом, он идет по персонам влияния, он идет на YouTube. И на этом YouTube он увидит все, что угодно, но только не бери книгу и не читай. И вот это наше с вами упущение, нам с вами надо подумать о том, как сделать рекламную социальную кампанию читающего народа. А если он читающий, то он и говорящий. У нас еще проблемы, мало того, что мы не читаем, мы еще и говорить не умеем. У нас абсолютно неговорящий народ, родители, дедушки и бабушки двух слов не вяжут, дети, соответственно, тоже, учителя в школах вообще неговорящие, а не только вот от сих до сих, и получается, что передача знания с поколения в поколение, она затруднена, не идут знания. И с этим что-то надо делать, причем надо делать на всех уровнях, на уровнях директоров школ, министерства образования, но самое главное в семье. То есть, когда папа с мамой эту проблему осознают и сами будут больше читать, то тогда подобное тянется к подобным, в семье будут читающие дети. Я понимаю про то, что у родителей сейчас заняты тем, что зарабатывают на хлеб мосочный, они заняты выживанием, но тем не менее, я вам скажу по секрету, вот у меня огромное количество сверстников, у меня 52 года, огромное количество сверстников, которые тоже, по идее, занимаются выживанием, но выживают намного более низким качеством, потому что знаний меньше, читали меньше. Это тоже взаимосвязь. То есть, 52-летний, например, ветеран вооруженных сил, ну как я, да, который там работает охранником сутки через трое, имея высшее образование, это называется неудачник, потому что ничего в жизни, кроме устава, так точно никак нет и слова удовольствия, не читал. Соответственно, у него будут такие же и дети, воспроизводится такая штука. А тот, кто читает, он может с ноги открыть любой кабинет, он знает, с чего начать, чем закончить. У него есть знания, которые находятся в книгах. Книга – это власть, берите власть свои в руки, открывайте книжки, читайте, и все у нас будет хорошо. Естественно, некоторым людям надо дать небольшого пинка. Так вот этот пинок – это и есть вот эта система социальной рекламной кампании, при которой люди будут обращать внимание на книжки, а не на гаджеты, на знания, а не на красивых девушек в парке, в ЭДНХ. Спасибо за внимание. Узнай больше на Conceptual.RF